Ребята, всем привет, с вами Рудич, это последний рубеж за долг. В прошлом видео мы с вами захватили предбанник и вернули под контроль территорию кордона. Сейчас мы готовы двигаться дальше и думаю, что пойдем сегодня на болото. Оттуда идут основные массы зомбированных, которые схватывают все чаще и чаще территорию кордона. Всем приятного просмотра, не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, поставьте лайк и мы начинаем. На нас сейчас двигаются зомбированные, опять же, потеряли депо на свалке, но тем временем захватываем новые территории. И ждем, чтобы новые чуваки пришли с темной долины, так будем усиливать территорию свалки. И жаль, что мы потеряли нашу базу, уже потом будем идти на север, зайдем на бар и отобьем его. Сейчас на болото. Я вроде должен получить награду за захваты, я это уже сделал в прошлом видео. Не, стойте, 233 тысячи, у нас 800 штук, живем блин. Мне бы не помешало взять патронов и отремонтировать костюм. Игрозу тоже можно. Жопа какая-то, зомбированный со всех сторон прут. Просто со всех сторон. Надо купить пластины, я чувствую, потому что броня такая себе. Сдохнем очень быстро. Вроде как отбили. А нет, тут еще кто-то. Вот он. Наверное, это был он. Так, вот это можно не лутать вовсе. А, потому что я хотел у моего торговца. Но он сдох. Надеюсь, новый сейчас появится. Да, он сразу же появился. Это прикол. Мне это нравится. Это большой плюс. В прошлой версии не возобновлялись. И в принципе не любили спавниться. Закажем патронов. Очень много. Давайте штук 50. Можем себе позволить. 1700 патронов мне хватит до конца прохождения. Но нет. На одну локацию две, а не больше. У нас есть 5 слотов. Берем на 5 слотов. Лучше чем ничего. И газик возьмем тоже. Слушай, мне нужны бойцы в команду. Что насчет взять мастеров? Два отряда. 100 штук. По рукам. Вы сделали заказ на найм отряда рангомастер. Количество 2. Вот они мастера. И что-то мне кажется, они сдохнут очень быстро. У меня перегруз. Что он тут делает? Это механик. Спятался походу. Не, давайте лучше ливнем РПГ. И возьмем гранаты. Лучше всего будет мало места как-то. Чтобы носить миллион патронов и думать, почему у меня перегруз. Мы выдвигаемся на болото. По стороне болота именно идут огромные толпы. Ниоткуда больше-то в таких количествах не идет, как с болот. Территорию свалки теряем. Но новые толпы наших отрядов идут в темные долины. А это значит, что мы не все потеряем. Уже темнеет. В 8 вечера. Возможно, на болото перейдем и там переночуем. Но я бы не ночевал в этом режиме. Ладно, я ничего не лутаю. Мне хватит. Встречаем толпы, которые идут с болот. Чтобы это не сделать, раз уж они на пути у меня. Точки наши. Я рассчитываю на то, что мы удержим кордон. Бля, там с той стороны, с южного перехода, с болот идут и прям не все захватывают там. Предбанника наши тоже топают. Это очень хорошо. Слащины тоже. Вижу, есть какое-то движение. Вот точка ресурсов. Кстати, я ее проигнорил. Некого отправить. Давайте вот этих чилов возьмем. Отправим на точку ресурсов. Ладно, решил зайти вот сюда сейчас и эту точку ресурсов возьмем. Точки ресурсов важно захватывать. Это все-таки сила наших отрядов. Что ж, видно, кевларовые пластины, правда, работают очень хорошо. Мы теперь будем дохнуть поменьше. Там вон еще толпа. Обычная граната получше, конечно. Я вижу, на деревню новичков нападают зомбированные. Но наши вроде справляются. Сейчас минус один отряд зомбированных. Так что шанс есть. В оффлайне у наших 45. Больше было, вот, 57. Зомби поменьше. Блин, опять толпы зомбированных. Опять тусовка. Огромная туса. К счастью, тут наши чела есть. Они будто бы в тоннеле исполнятся. Все ок. Да, они продолжают уйти с тоннеля. Вот так вот. Фринакс захватить. Погнали дальше. Деревню новичков потеряли. Как так получается, ехэзэ. Потеряли точку ресурсов возле деревни. Да ну нафиг. Не, надо топать быстро на территорию болот. Они прям ниоткуда берутся. Это вылет. Перешли на болото. Уберем территорию северного хутера. Успешно. Чего? Потеряли старую ферму. Я только перешел на болото. Ну, зато мы захватили южный КПП. Южный блокпост военных. Хоть что-то. Надо возвращать ферму. Двигаем на мехдвор. Никого не видно. Может они здесь все? А походу они все там были. Экганизаторский двор за нами. Сейчас пойдем на руины деревни. На лодочную. Берем только базы. В темноте лазить как-то не в кайф. Давайте переночуем. И днем уже пойдем на захват следующих территорий. На этом месте сейчас лягу. А не СТП. Нужен торговец купить надо спальный мешок. Тут у Чила можно улучшить свои кевларовые пластины. Купить получше. Виновые продадим. Нормальные напярим. Еще лучше. У него в общем нет спального мешка. Короче не получится спать. Надо идти на базу чистого неба. Можно поспать на месте в казарме. Можно конечно перемотать время. Ради эксперимента. Вот что произошло. Когда я перемотал время. Мои кенты умерли. Куплены за 100 штук. Я пожалуй не стану больше этого делать. Вот такая херня происходит. Они меня встречают. Опять руины деревни. Ловящее место. Это место вмелькалось немного. Так что да. Пожалуй идем отсюда. На кордоне мы отбили терму. Хорошо. Блокпост отбит тоже. Надо отбить территорию южного хутора на болоте. И потом точно будем контролировать кордон. Уже ничего не будет угрожать. Кроме как с севера. Но там ребята тоже разбираются понемногу. Можно еще себе купить пару отрядов мастеров. Можно даже четыре. Сейчас с другой стороны у меня уже при захвате должны спавниться мастера. У меня захвачено достаточно много точек ресурсов. Вот это движуха. Красивый захват получился. Лодочные за нами. Ну и на Тузлу. Не знаю идти, не идти. Но сам я туда не хочу идти. И в принципе туда идти не хочу. Пойдем на агропром после болот. Туда наших челов на завод отправим. С болот уже. Дистанционно. Ну а сейчас погнали ребята у чистого неба. Захватим рыбацкий хутор. В скрытую базу. Там где бункер. И южный хутор. Думаю на этом можно будет закончить захват болот. У вас будет достаточно. Главное избавить зомбированных от новых отрядов. Тем самым обеспечив себе новые отряды. То есть захватить базы. Предельно просто. Разве что можно зайти точку ресурсов. Взять. Очень близко находятся баллоны. Можно зайти на огонек. Я что умру сейчас? Нет. Повезло. Сегодня еще не был настолько близок к смерти. О тут в тайнике два прицела. Один на винтовку. Второй на автоматы можно ввесить. И они ни к чему сейчас. Довольно меткие ребята. Экшен. Экшен ребята. Опять. Насосная станция за нами. Следующий. Это рыбацкий хутор. Там так много зомбированных я вижу в движении. Движутся они на механизаторский двор по-моему. Интересно что там произойдет. Вижу что идут со стороны предбанника наши челы. Мгновенно захватили территорию. Чтобы вот эту точку ресурсов еще захватить. Для полного счастья. И северный КПП. Давайте им поможем. Правильно вручную. Ходу ребятки. Ходу. Бегаем дальше. Бацкий хутор. Следующая территория. Хлабенько как-то бросает. О сейчас получше будет. О да. Четко зашла. Прямо. Обалдежно. Смотря на эту кучку. Прям видишь всю окупаемость покупки гранаты. Кто здесь стоит? Какой-то тут такой красивый. Рыбацкий хутор за нами. Я бы кого-то отправил на скрытый лагерь. И можно идти на базу чистого неба. Правда я сомневаюсь что наших два отряда зарешают на базе этой. Что ж посмотрим. Наших силы 59. Этого должно хватить на три отряда. Два отряда 59 моих. Против троих отрядов 49. Ну нормально. Кажется кто-то не умеет бросать гранаты. Офига себе толпа. Две гранаты и просто гляньте на мини-карту. Что сделали эти две гранаты? Все? Серьезно? База за нами? Очень уж просто. Быстро. Какие чудеса делают гранаты в Global War? Жестко. Реально жестко. Да, да, кстати, тут возле сгоревшего хутора три точки, которые ресурсные. Думаю, стоит сходить туда. У этого торговца есть кевларовые пластины пятого и четвертого уровня. Давайте возьмем. Гранаты тоже пригодятся. Что ты мне скажешь по награде? Еще 212 тысяч. Это уже та стадия, где насрать на бабки. Уже мы полностью преисполнились в этом плане. Хотя захватили мы с вами 2, 3, 4, 5. Если брать по половине свалки и половину болота. Мы, кстати, на болоте потеряли 2 наших базы. Это жопа. Сейчас исправим. На свалке, правда, уже половина за нами. Взять бы еще депо. Наши движутся на захват баз, которые мы только что потеряли. Должно быть нормально. Короче, 8 часов утра. Да, я поспал. Я поспал в безопасной базе. Мы живы. На кордоне все нормально. Ничего не потеряли особо. Возвращаем свои базы. И видим, что зомбированы на механизаторском дворе. И на северном хуторе. Возможно, мы их сейчас потеряем. Ладно, давайте сходим на скрытую базу. И оттуда на южный хутор пойдем уже. Я так понимаю, церковь захвачена. А, не, не захвачена. Она пустая. Наши челы просто проходили недавно. Я думал, они захватили все. Были транзитные отряды. Теперь церковь за нами. И можно идти на скрытую базу. Такой артефакт я нахожу в тайниках. Одно из тайников нашел. Механизаторский двор мы удержали. И северный хутор тоже. Лично. Мы подходим к скрытой базе. Она находится на юге болота. Интересное местечко. Опять видим нападение на мех двор. Отобьем в этот раз или нет? Есть сомнения по этому поводу. Граната это лучший друг сталкера в режиме последний рубеж. В этом я уверен. Она даже живучая. Вы не сдохли? Как это? РГД-5 что-то не берет особо. Как же пластинок кевларовой решают? Мне вообще пофиг теперь. Наконец-то нашелся спальный мешок. База наша. Да, все же наши ребята отбили мех двор. Так, нас встречают на территории Южного хутора. Мы его быстро возьмем. Нас с вами ждет агропром. Металлургический завод я идти не хочу. Потому что туда просто не хочу. Потому что я там бывал относительно недавно. Агропром загадка пока что. Я в этом моде там не бывал. Говорят, что локация глючит. Я хотел бы проверить это. Как же их много здесь. Капец просто. Что ж, наши ребята распространяются на территории болот. У нас все неплохо получается. И даже с кордона мы видим идет отряд. Болото, можно сказать, за нами. Осталось взять еще пару ресурсных точек, чтобы усилить свою группировку. Вообще будет четко. На свалке все так же идет бой. У нас половина локаций. Даже переход на кордон захвачен. Вот бы еще переход на бар захватить, чтобы туда высылать отряды. Было бы вообще шикарно. Зомбированные лишились территории депо. Но лагерь там еще за ними. А это значит, что депо под их контролем. Мы потеряли базу на предбаннике почему-то. И вот эти базы свободны до сих пор. Тоже надо вернуть. Двигаемся дальше на точки ресурсов. Развалили. Подствольные гранаты я бы взял. Они у меня закончились уже. Пригодится. Думаю сейчас возьмем сгоревший хутор. И можно будет двигаться в сторону агропрома. Можно идти на агропром. Смарты реально решают. Очень красиво выделяются точки ресурсов и базы. И четко понятно, что нам надо захватывать. Да, иногда конечно надоедает. И хочется поменять на обычные смарты. Но цветные они самые практичные. 5000 рублей. Редко попадается. Эта купюра 5000 как капля в море. У нас скоро миллион. Давайте купим отрядов. Управим их на территорию завода. Реально. Лучшее решение. Чтобы самому туда не идти. Просто куплю и отправлю. Чтобы уже никого не трогать. Не срывать с точек. Потом с болот. Там точка ресурсов свободная. Почему-то. Или показалось. Или здесь зомбированы. Только что заспаунились. Реально. Прикол. Что они тут делают? Интересно, как часто они таким занимаются? Пока я этого не вижу. Ох и приколисты, конечно. Вот блин, на территорию механизаторского двора двигает целых 5 отрядов зомбированных. Нужно это отбить, прежде чем уходить куда-то или что-то делать. Ребята на кипише. Как же вас много. Еще 3 отряда. Посмотрим на это. Вот они. Хорош. Отбили атаку. Теперь надо подойти к торговцу и купить отряды. Но сперва получить награду. 160 тысяч. Уже почти миллион реально. Мне нужны бойцы в команду. Давайте в команду возьмем 3 отряда по рукам. 120 тысяч. Не знаю, как случайно помочь группировке отправить на одну из точек на другой локации какое-то количество отрядов. Металлургический завод. Не знаю, хоть куда-нибудь двигайтесь. Давайте на базу отправим много отрядов. Еще одну базу. 5 тысяч за один отряд. Отряды, возможно, мастера. При том, что в компаньоны мы покупаем их за гораздо большую сумму. Я не вижу логики. Это очень дешевые отряды. Они сейчас спавнятся возле меня. Лишь бы игра не вылетела. Я думаю, этого хватит. 98 человек движутся на территорию завода. Это жестко. Как же это жестко. Конца края нет. Вот край. Армия, блин. Это прикольно было. А сами движемся сейчас на территорию агропрома. Кого-то сейчас убьем. А они пока думают, можно сейчас гранату зарядить. О, ребята, расслабьтесь. Ни к чему это напряжение. 5 со стороны агропрома. 4 отряда на мехдвор идут. Этим захватом мы ограничиваем количество походов на механизаторский двор. Вот так выглядит карта. Я считаю, что мы захватили болото. Ну и, можно сказать, захватили территорию металлургического двора. Прикордон окончательно. Ничто теперь не будет трогать наших ребят на кордоне. Депо сейчас тоже будет под нашим контролем. Наши ребята там. У них 55 силы. У зомбированных 49. Очевидно, что базу надо захватить. И надо захватить еще вот эту точку ресурсов. Скоро мы захватим обратно свой бар, который был изначально нашим. Если кто еще помнит первое видео, где мы начинали. Ну, я думаю, на сегодня можно закончить. В следующем видео пойдем на территорию агропрома. Будет весело. Я там еще не бывал. Ребята, всем спасибо, что смотрели это видео. У вас есть прекрасная возможность подписаться на канал и поставить лайк. Этим вы продвинете. Сука! Кто это? Сейчас бы за спиной спаунится. Прошь какой-то. Поставив лайк, подписавшись на канал, вы поможете развитию этого канала. Буду вам очень благодарен. Всем спасибо. Все свободны. Удачный ход из сталкера. Субтитры сделал DimaTorzok